На проспекте Ленина платных парковок не будет, уверяет администрация города Владимира. Напомним, мы рассказывали про закрытие парковочных карманов на указанном проспекте в середине июля. На тот момент уже три стоянки замкнули бордюрным камнем. Одного места для машин не стало прямо за остановкой улицы Пичугина. Два других убрали рядом с библиотекой номер 2. К тому же горожане переживали насчет планов властей о ведении платы за стоянку. Ведь, как ранее заявлялось, монетизированный паркинг будет организован на центральных и главных улицах города. Проспект Ленина, очевидно, не последняя дорожная артерия во Владимире. Это вообще ужасно, я считаю. Не стоит этого делать. За что платить? Мы так налоги платим за все. Поэтому, я считаю, это бесплатно должно быть все. Если сделают, вы не будете платить, вы будете во дворах ставить? Да, во дворах. Здесь и будем ставить. Аналогичное мнение высказали подписчики сообщества 6-го канала во Вконтакте. Из 61-го проголосовавшего 59% опасаются, что платные парковки побудят водителей оккупировать места в чужих дворах. Об актуальных планах по организации паркинга мы спросили представителей власти в официальном запросе. Ответ, прямо скажем, много конкретики не дал. По версии администрации, ведение платных парковок в том числе повысит безопасность дорожного движения, сократит количество транспортных средств, припаркованных с нарушением ПДД. Также нас заверили, что, по крайней мере, в настоящее время организовывать платный паркинг на проспекте Ленина не планируется. Теперь власти ввели новое географическое расположение платных парковок в пределах исторического ядра. Планируется организация порядка 900 платных парковочных мест, которые будут расположены по краю проезжей части автомобильных дорог в историческом ядре города Владимира. Запланировано проведение пилотного проекта по организации платных парковок. Место его проведения уточняется. Размер платы за пользование парковочным местом, а также режим работы платных парковок прорабатываются. Оператор на сегодняшний день не определён. По данным областного министерства предпринимательства и туризма, турпоток во Владимир в этом году увеличился на 30%. Относительно 2023-го. А учитывая, что 80% всех гостей приезжают на личном транспорте, то вряд ли владимирские власти откажутся от идеи платного паркинга. В Суздале, напомним, стоянки в центре города уже с удовольствием принимают оплату. По будням в городе-музее один час машиноместа стоит 50 рублей. Это с 10 утра и до 9 вечера. Выходные и праздники подороже – 100 рублей. С позднего вечера и до утра парковки бесплатные. Штраф за неоплаченную стоянку – 2000 рублей. Годовой абонемент – 10 тысяч. Резиденты – это те, у кого авто зарегистрировано в Суздале или Суздальском районе, могут парковаться свободно, где угодно. Но есть нюанс. Резидентское разрешение надо еще оформить. Его стоимость – 1000 рублей на год. Вероятно, в областной столице расценки будут не меньше.